Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы поссорились с мужчиной, не общались месяц. Потом я начал писать и звонить. Хотел прийти, но я не захотел встречи, так как была ещё обижена. Через время он написал опять, хотел приехать, я не сказал ему ни да, ни нет, и в итоге он разозлился. На это и всё. Снова молчали, мы оба флегматики, не выясняем отношения бурно. То есть не было криков, скандалов, просто недопонимания, обиды и молчания. Через пару недель я написал ему слева страница ВК. Подумал, а он не ответил. Написал два слова, через пару секунд удалило. У себя и у него. Но он ответил. Он ответил и потом сказал, что не хочу, чтобы мы держали друг на друга обиды. Обиды. На что он сказал, какие обиды, я тебя уже простил и потом немного подумал и написал, и забыл. Я ему сказала, хорошо, я хочу, чтобы он был счастлив, и если его со мной было плохо, пусть будет так. На что он подумал, подумал и написал, что нормально. Как думаете, он и правда забыл меня, и между нами всё окончено. Мне бы хотелось дать ещё один шанс нашим отношениям. Но, видимо, это конец и всё честно. Спрашивает Аноним. Я думаю, что ваш вопрос, он больше из серии «Погадать», потому что совершенно неизвестно, забыл он вас или нет. На мой взгляд, больше похоже, что не забыл. Но идти на контакт он не хочет и, наверное, не будет. Ну, потому что были конфликты, были некоторые проблемы, скажем так, и вряд ли он захочет снова вот с этим сталкиваться. Но, понятное дело, что я не могу быть наверняка в этом уверен, потому что возможные варианты здесь. И, соответственно, мне думается, что всё это из области «Погадать» больше. А «Погадать», «Погадать» мне бы не хотелось, потому что дело это весьма неблагодарно. Вот. Другой вопрос. Что вы говорите, что вы, ну, что вы флигматик. А ведёте вы себя не как флигматик. Ведёте вы себя больше как такой, знаете, я бы сказал, больше как импульсивный человек. Вот. Я бы так это назвал бы. Потому что вот эта история про то, что сначала вы написали, потом вы удалили. Вот. Эта история больше про импульсивность. То, что вы пытаетесь себя вот подстроить под какие-то рамки, конечно, бросается в глаза и, на мой взгляд, это не есть хорошо. Для вас, на мой взгляд, вы себе вредите только таким образом. Вот. А я думаю, что здесь важно было бы разобраться с тем, что представляет из себя ваш конфликт. Из-за чего вы поссорили. Потому что сейчас, если вы, ну, допустим, вернёте его. То есть, если вы вернёте отношения, то ситуация, в принципе, может, ну, повториться. Вот. И, на мой взгляд, ничего хорошего из этого, ну, не будет. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Да? Вот. Поэтому вам желательно разобраться в причинах конфликтов, в причинах своих сорсений. Вот. В своих обидах, то есть, вот, это тоже такой очень важный момент, потому что обида это про детское поведение больше, обида это про ожидание, это про то, что вы ждёте от человека. Тут момент такой, что, ну, ожидания, они довольно часто приводят к разочарованию, к сожалению. Хотим мы этого или нет. Да? То есть, вот. Ожидание – это история про разочарование. Вот. Поэтому нужно здесь посмотреть, принимаете ли вы человека таким вот, какой он, в общем-то, есть или нет. Потому что, если нет, то, возможно, вам с ним и не по пути больше. А если вы принимаете его, да, то об этом, ну, как минимум, нужно человеку сказать. Вот. То есть, ну, донести до него, донести до него, донести до него, как, 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 как вы относите. Как вы относите. Желательно научиться говорить о своих чувствах, о своих переживаниях. Тогда до ссор, в принципе, можно и не доводить. И учиться выстраивать общение неконфликтное. Вот. Это тоже такая очень важная история, потому что сейчас у вас общение такое, такое. Оно больше полунамёками происходит с партнёром вашим. Вот. Ну и взять ответственность на себя за ссору, которая была у вас. Потому что ответственность на оба партнёра, не только он один. Это тоже важный момент. Понимаете, да? Я думаю, что мужчина почувствовал, чтобы пытаться манипулировать, когда сначала сказали встречаться, потом не сказали ни да ни нет. Вот. А человека легко оттолкнуть. Поэтому я не думаю, что вы будете отрицать того факта, что у вас есть некоторая проблематика внутренняя. Вот. Некоторый внутренний конфликт. И, соответственно, его в первую очередь нужно вам помочь решить, сделать вас более свободным. Ну и разобраться в себе, конечно, тоже. То есть вы сейчас не конкурентны, в смысле того, что отношения вроде бы что надо дать хотите, а с другой стороны говорите, что ну хорошо, что ты меня забыл и так далее. Вот это всё похоже на страх отвержения. Далее. Что это значит дать отношениям шансов? Вот. То есть что такое дать отношениям шансов? Что это значит? Вы вряд ли можете прямо отношениям дать шансов. Вы можете, на мой взгляд, как бы посмотреть на то, что для вас этот человек, что он представляет себя для вас как личность. Вот это вы можете сделать. И всё. А говорить о том, что отношениям дать шансов, ну это, на мой взгляд, неприметно. Потому что вы не можете дать отношениям шансов по той причине, что выстраивать их оба. Оба человека. Вот. Не только вы. Их выстраивать. В этом смысле. Поэтому, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. То есть. То есть. Смотреть больше не на то, забыл он вас или нет. На то, что он для вас значит. Да. На то, что вы к нему чувствуете сейчас. На то, чего вы хотите. И уже исходя из этого, как-то вот двигаться. Уже исходя из этого, как-то вот свою позицию, да. Продвигать свою позицию, выдвигать, проявлять. И там уже человек будет давать вам обратную связь. Вот. Такую, какой вы вот. Ну. Которую. Какую он может дать вам. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Я хотел бы пожелать вам удачи. Хотел бы пожелать вам всего самого доброго. И сказать, что вы большая молодец, что начали говорить об этом. Обседать это. Но это только первый шаг. Шаг. Продолжение следует...